Ну что, потеряли незапланированные, я считаю, два очка. Но этому есть своя причина. Так безобразно и так, как мы сыграли в этой игре в обороне. С чем связано? Ну, я не знаю. Но мы так никогда не играли. Ну, в целом в атаке были неплохие моменты, забили, еще могли забивать. Но меня больше настораживает, что игра в обороне, это всегда, в первую очередь, дисциплина и концентрация. А мы в последнее время стали немножко безответственно относиться к выполнению своих обязанностей прямых. Все. Спасибо. Вопросы? Пожалуйста. Дмитрий Синяк, спортивная панорама. С чем связано с заменой Фатайи? Ну, Фатай, во-первых, не полностью тренировался. У него, если знаете, ребенок родился. Все, он еще до конца не готов функционально. У меня стоял вопрос, или Макося выпустить, или Фатайи. Мы забили гол, ввели. И мне нужно было усилить именно опорную зону. Поэтому я выпустил Копленко. Но видите, как получилось, что... Как бы... Получилось так, как получилось, но... Раньше всегда это работало. Выходил Копленко, мы закрывались и доигрывали игру до конца. Здесь, опять же, я говорю, что очень плохо мы в обороне играли, именно безответственно. Еще вопрос. Тренерский штаб сборной предложил перенести матчи с 28-го тура. Как вы, как тренера одного из тех клубов, к этому? Для меня это полный бред. Потому что, если взять, в основе играло 4-5 человек. Ты же не сможешь готовить. Тебе надо команду готовить, а не 4-5 человек. Ну, если логически брать. Если у нас в сборной, например, в одном клубе, в любом из клубов играло бы 9 человек в основном составе. Ну, я считаю, может быть, до этого есть какой-то смысл какой-то. Но, с другой стороны, мы что, тут в клубах не тренируемся или не готовимся? Для меня это полное... Ты же не сможешь вызвать казахов, кто и в России играет. Так что, ты будешь тренировать 5 человек или 6 человек? Ну, это, ребята, ну, извините, но это бессмысленная затея. Ну, для меня. Спасибо. Еще, кроме панерамы, есть вопросы? Еще есть вопросы у кого-то? Александр Зеленков, телекомпания «Белосад». Сергей Грин. Вопрос я такой задавал Алексею в баге в свое время. Почему его игроки не останавливаются для комментариев? Такой же вопрос задаю вам. Почему ваши игроки наверхируют прессу? Абсолютно все. Ну, значит, не хватает, может, воспитания. Я считаю, что как бы там ни случилось в играх, что бы ни произошло, но нужно общаться. Я ответил на ваши вопросы. Спасибо. Еще вопросы? Я им не запрещаю. Пожалуйста. Да, это одна из наших, что мы должны с прессой общаться. Все, ну, и пресса должна адекватно тоже. Есть ситуации, когда я читаю свои интервью, а они, особенно в одном издании, известны. Да, я начинаю сделать написан. Надо же вас сделать.